Я писал инсертацию под названием «Подход с оптимистической гипотезой. Единственный способ испытания творительной проститутивности». Я с тех пор... С юмором. Я подумал, что это хорошее дело. Подход с оптимистической гипотезой. Единственный способ. Чего хочешь, то поставишь. Чего надо. В этой тюрьме был хор шестеголосый. Проституток. Он ей наступал. А мы, будучи волюдаристыми, взяли этот хор по страху наказаний. И в зале Министерства просвещения, когда я вас в север, выставили. Соловейчик пришел как-то так совершенно своим способом. Неожиданно. Он подошел и сказал, ты кто? Я вот тут в лесах сижу, почитаю в автонах. Вечерами. Он сказал, вот тебе телефон. Он искал, куда звонить. Я ей потом позвонил. И мне сказали с той стороны трубки, где вы, где вы, почему не идете? Я говорю, а кто вы, кто вы, кто вы, куда мне идти? Это была Зоя Васильцова, жена Сергея Крова. То есть, если там война, с трудом война, даже маленький. Сергей Крова. Это его жена. Зоя Васильцова. Она была реактором отдела когда-то. Она сказала, что Сима сказал, что вы, вас нужны вот сюда. Ну, ей попал Козумухов. Когда он свободу, 25 лет привезли. Поскольку установка была местом, куда, в общем, все стекалось. Это была, на самом деле, загомированная под что-то такое непонятное. Такая, в общем, далеко проживавшаяся такая, ну, коммуна, я думаю, даже. Потому что там было 300 человек, из которых, в общем, он правильно жил. Потому что мы друг друга так хорошо воспитывали. Помню, что мне было 22 года, и я взял интервью Лейдварда Кеннеди. Я был, собственно, в армии, надув, шел по коридору. И головной бежал и кричит, ты что ты такой надувный ведешь? Я ему говорил, я взял интервью, он говорил, что Кеннеди. Он сказал, ты, наверное, спотел. Я говорю, ты черепух. И я больше уже не потерялся. Очень гордился этим. Да, при этом у Голованова не говорится грустью. О, говорит Славенький. Черт, опять в своей рукописи. Он туда в сарае у Рыбакова придет к нам. И пишет, 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 пишет. Он нравится и сжигает. А Славик все, что пишет, все публикует. Он говорит, ну, семья, дети, кормить. Я говорю, конечно, ты понимаешь, что я гений, он тоже гений. Но он гений какой-то вот такой, который сжигает все. А я никак не понимаю, не получается. Там была идея, когда каждый черчет такое другого, в общем, так. Овал. Там была еще одна интересная особенность. Нам запрещали закрывать двери, входящие в гигантский коридор комсомолки. Человечек, любой, имел право ходить по всем кабинетам и разговаривать со всеми делителями наравне. Понятно, что в конце своего похода он уже был другой человечек. И мы наспорь за 9 месяцев делали из любого человека, в общем, человек, который мог быть профессионалом. У нас такая была норма. А как появилась идея комбрига? Комбрига, то есть весь интерес. Это просто я приехал, когда из Коммунарско-Трозаводского Москвы, был очень одинок себя чувствовал. И потом, когда мы, в общем, увидали еще других коммунарскох, это человек, который там как-то из разных городов, там было из Ураито, из Курска. И мы там друг на друга сошлись и сказали, что давайте-ка опять чем-то другим. Ну, у нас была Коммунарско-Трозаводского МГУ. Мы жили интересно. У нас был такой чат, только еще без компьютера. Мы каждый день писали письма, дополняли эти письма. Это огромный механизмный спорт и огромное размышление о жизни. Потом играли палки, ночевали в палатках около кассы в Таганке, современника. Утром вставали и палки и спекулянтов, чтобы они там не мешали, скупали всю голёбку и ходили по театру. У нас была идея, что мы должны в общеринске варить здесь. Вот, у нас был темно отличный. Мы сидели и задыхались о них жутких, далёких современников, говорящих со всех сторон. Мы всё посмотрели. Вот мы смотрели всю Таганку, по музеям, по лекториям, всеми лириням писались. И сейчас вот, конечно, эти всемосковские литерёжники, она состоялись с большим нелюблением. Потому что мы знали всё в целом. И потом, значит, худой-бедной, там в этой коммуне была больно-мариничева. И мы так попали весь в комсомолку, и решили, что, наверное, надо попробовать что-то такое. Мы просто сидели на архивах Алла Паруса, тогда уже закрытого, по сути. Алла Парус ведь был коммунарской стенгазетой первое время. Кто не знает историю, то Соловейчик, когда долго изобретал, что сделать в Крунинской коммуне, 59-го года, он случайно увидел воену шапира, рассказывающего коммунара, или Иванова даже, по-моему, еще, в каком-то зале, и он за ним попёрся. Они его не хотели пускать к себе, делать экспериментальные работы, что вы там находите. А он понимал, что тебя только не пускают, и ты интересный. И он, наверное, при Питере обалдел от того, что он увидел. И решил, что тут вот есть какое-то зерло, которое надо пропагандировать. Там прямо Аленов, как явление, где будет готовиться комиссарский состав про распространение людей в Крунинской коммуне, и Парус, как сангазета, которая должна была еженедельно рассказывать России и стране, СССР, о том, как жить на городе, ну, там, для регионального муманизма. Первый тревог, так и было. То есть Парус всылал задания, такие социальные, проектированные по всему СССР, и поскольку он висел во всех школах, понятно, что Крунинская была, в любом случае, интересная, и его все подписывали, все. Кого-то добились, кто-то подписывался, кто-то сам подписывался. Самый большой тираж был, по чуть ли не 20 минут. 32 был, на выход на выходе. Однажды был то, что допечатали. Это я на обвисела из пор газеты, потому что у нас здесь как бы... Я думаю, что с тех пор в бумажном ряде никто столько не давал. Главное, что она была газетка не без рекламной, без там, парнухи и сернухи, она была уникальна вообще в мировой прессе. Потому что... Мой ученик, у меня мой ученик, он работал главным лекарством New York Times русского издания. И он мне сказал через год, что я больше не могу эту чушь. Мы переводили New York Times, а после комсомолки старой, вот таким, кажется, детским садом, все, что там они пишут. Ну, раз так, видимо, все-таки что-то произошло. Потому что комсомолка, она, скорее всего, была не газетой. Она была каким-то подарком из 20-х, потому что их делали анархисты, ребята, приехавшие из Одессы. И они сложили какую-то странную схему битренности, которая несколько раз вообще вырезали до корня. В 1937-м осталась одна курьерша, где была передовая, куда вынести газету. Все были вырезаны. И в 1959-м от ЖБ было почти всех в известии. Участие уже от Волкова знали. Да, и, значит, все равно, когда через два года снова выскакивало, и при этом внутренняя система управления, это вещи такой народные, летучка, которая была важнее тех, как коллеги, главный редактор, который ничего сделать не мог с общественным мнением, потому что выслали, самых таких жестких людей, от какого-то циклопартии, на то, что войну руководили, через год они были такими же. То есть сам механизм переплавлялся. Переплавлялся. Совершенно такое другое. Потому что, в общем, история и газета, она была вынуждена заниматься всем тем, чем в стране не то не занималась, она была, конечно, реально, инкубатором социальных проектов, убежищем сумасшедших, которые в них не будут прятать. Потому что я не сказал, что из кого-то прятали, не укрывали. У меня партия Жил-Черковский, и все женщины ко мне ржать ходили. В партию вообще смешно, но при этом очень интересно, потому что я признаю всю судьбу всех тех, кто по дороге детей смотрел за ними. У них реально работающая схема. А его ходили посадить. В аппаратуру за ним ходил спортом, что можно посадить, там какие-то плантаты делали. Потом с утра начиналось, и у нас рабочий день, что мы, я бы звонил, какие-то заводы странные, медный проволок, из-за заводы школьной, чайка помню, что без конца, что-то не для поставки были, и уникальный сегмент мог развалиться. Вот я очень грозным волосом кричал на них о том, что бли-ли-ли-ли-ли. А после, в поле с половиной, где у нас работало 10 тысяч, тогда, в целом, волонтеров, после степени Матэмэй. Тоже я ходил в главную партию, тряся бумажками всякими, у меня была с вами бумажка такая. Я выцегнил в ВСЕ, тогда еще, где-то, комитет, так сказать, европейского чему-то. Ну, нашли, если возможно. И я их очень пугал, потому что там был такие ванки, был известный, «Комитет за безопасность и строительство в Европе». Напоминает вам, уважаемые ТНС, что бочка с чем-то не привезли нас к нам до сих пор в детском доме. Они нас очень боялись, понимая, что такое. И нам разрешали на каждый день в центре Загорска несколько десятков человек пели хулиганские песни в центре города, внутри ТНС, жгли костры. Какие-то устроили олимпийские песни. Были очень хулиганы, как он мне. И был приказ не трогать их. Позиция входила, всех столов. И очень пользуясь. Кое-то вещи проросли. Сейчас я встречаю массу педагогов, которые говорят, что они родились в нашей дикой академии. Мы, собирая специальных людей по 200, очень часто, в куще уже было происходило, что устроили такие между ними дуэли, приходящие в свадьбу. Брали людей, противоположных по смыслу концепций технических, которые от инструктуры, как говорили, ненавидели, так скажем, Шаталов, шевченко, который говорил, что не надо ребенка трогать, он может быть спонтанным, все, что на нем есть. И волков, которые въянотку любого человека сделают человека класса Шишкина и ряда дел, у меня уже алгоритические волки. Они так грустно, как собака, как с кошкой. Ты гад, ты портишь человеческую природу. А ты гад, ты делаешь из человека просто такого шлопейника. И вот медленно, скажем, медленно, путем переговоров начиналась какая-то история, когда дуэль-то приходил в некую свадьбу такой, дуэт. И помню, что я тогда Таньку Буглова, очень в городе, посадил, однажды на спамяте, она взванивала все города под Москвой с вопросом, вы не хотите ли принять группу странных людей, которые будут рассказывать об разных таких ситуациях? Всех сказали, что у нас там тонализация не работает, Пухчин сказал, что приезжайте. И мы поняли, что город не стоит по Москве, как можно иметь в виду. Я была на этом съезде. И сейчас-то было так, у нас это все крутилось замечательно, потому что была очень такая модель простая. Люди приходили, я обычно на электронную музею, мы в течение первой ночи рассказывали, кто что приехал, кто что может рассказать, друг другу о чем. И умешали такие объявления. И как записывался этот семинар, мы смотрели, здесь точно записался, что там дают целый большой зал, чтобы они сели. В том, два человека, в таком проекте. И такая взаимная такая, ну, академия, она в общем очень многих людей, когда они об этом говорили мне, она в общем заставляла думать и видеть в своих врагах какую-то правду, которую раньше не видели. А в себе тоже так не могла сомневаться. Потому что главное, в общем, что мы проходили, что нужно найти вот канат, по которому, говорит, про я, ты должен понимать, что в обе стороны должно упасть. Как зен, как миссию, как религиозность, так и атеизм, ну, как какой-то, как бы, сностранизм, так и всеверность. Вот надо вот найти чёткую грань, где, так сказать, всё-таки вот тут идёшь правильную дорогу. Вот. А дальше... Скажи, что ты автор книги про семейные... Ну да, у меня была новая написана. И, значит, книги «Семейные клубы», она просто вышла в Ачиндербург, тогда было 6300 пираж. И это было описание всего того, что происходило в Адеграму здесь, в российском, с уными родителями. И сейчас Дмитриев, Сашев. Я всё-таки сказал, я наконец понял, что это правильная книга. Это когда коммунарство практически было запрещено, все ударились в семейные клубы. Ну да. Многие выросшие коммунары, они просто создали такую структуру, Иксом называлась такая, подпольная, по сути говоря, объединявшая продвинутых родителей, которые, опираясь на идеи, скажем, там, Никитина, а, значит, Макарин, кто-то, я скажу, почему там, там, Черковского, делали некие союзы, которые помогали другу создавать среду воспитательную. Скажем, вот в Королеве, в Носковом, когда это ещё не крыл, Калининград, да, значит, там 7 семей, это я, артеисты, юные ребята, они поняли, что вы немножко нельзя в семье создать среду, для которой ребёнок хоть может понять, что, когда и чего начинать ему. Они, скажем, там, в одной квартире, в которой такой, в общем, стадион, для всех другом, там, вместе вырыли, бассейн, чтобы там, все вместе были бюллетевны, там, ну, такая, вот такая операция. И поскольку тогда не было никаких студий, сейчас у него двадцать тысяч рублей, а не было никаких стадионов домашних. Я понял, что первый стадион домашний, я долго тряс директора завода с подводных лодок, в этом самом, в Северодвинске, о том, чтобы, вот смотрите, мы один тысяч заявок имеем, люди хотят такое, давайте его. Он тогда думал, он говорит, ну ладно, пусть что-то цеха занимается в этих стадионах, почти стадионах, да, домашних. Потом тогда было книжками, чтобы они издавались вообще. Такая была история. И в Москве был созидатель клуб, который пятьсот семей объединял, туда приходили люди очень разные каждую неделю. И там, кстати, был Брин, например. Они все знают, что рэпили Брина, когда он еще был здесь, они ходили к каким-то данным занятиям. А эти шли в разговоре о том, что каждый человек гениальный, во-первых, что все слова о том, что каждый человек чему-то одному, в чем это все, скорее всего, из вчерашнего дня. И кроме того, я помню, что была Лена Айтина, рассказала на одном заседании о поисковой системе, сделанной питерской Александром Ивановичем еще до компьютерной эры. Александр Владимирович, который был человек, тоже такой, светлый житель, питерской фамилией была. Он напечатал около миллиарда карточек за многие десятилетия. Всю литературу предмировал, переписал карточки, составив бюллиотеками своей заниматься этим делом много десятилетия. Немного поисковой системы. Там понятно, что если карточки заставить, ты его дергаешь, угодно что находишь. Карточный компьютер. Да, но компьютер, который ты как бы не поперли. Я думаю, так что, возможно, какие-то вещи еще туда. А еще мы там рассказывали, что там же Андекович такой, хозяйка, который переписал из газет 17-го года, когда цендуры все разбежались в феврале, после Евангелия, все убежали, и не было цендуры никакой, то в первые 6 месяцев вся российская чаза, и Циолковский, и Федоровцы, и все-все-все, напечатали свои манифесты. И было 500. Он эти манифесты пересписал. Федоровичков и выступал с этими манифестами на любой международной конференции, на любую тему. Потому что ничего другого в мире не было с тех пор придумано. Все, что российская чаза выдумала, все, что было, оно до сих пор скатеряется. Я сейчас полагаю, что в ближайшие несколько лет в один из ситуаций, в которой это будет востребовано. Потому что я сейчас смотрю, я больше живу на Западе, а почему? Ну, когда он сейчас стал возвращаться сюда на больничное время, я вижу, что каждый день какие-нибудь люди собираются в юрккомитеты, я им рассказываю про это, про то, что было, они говорят, да, это то, что надо. Получается, что это замыкает во времен. Потому что сейчас Россия, она может либо, сейчас Россия, думаю, по ментальным делам, который в мировом процессе где-нибудь встает на, ну, лет 45, так, я же сейчас смогу, российский, она может обогнать, потому что она может не идти вот так, медленно, квоски, что-то такое, а, мы не перестали, через пропуски 5, потому что сложно, кто-то может подвалиться, а, имея вот этот фунтамент, свой-другой, резко обогнувшенный поворот, потому что, в России, например, были вещи, к сожалению, архивы почти все пропали. Я застал стариков еще, я был очень более попытный, чем ездил по старикам, которые еще помнили, в 1929, в 1928, в 1926, там работал резко тезут игры праздника в России, в СССР, в СССР, в СССР работал, в Гражданскую войну, они деньги получали, они делали то, что потом, немного лет спустя, вдруг начал делать, всякие хэппиньи, и они из Большого театра выбрасывали все кресла однажды, в самом деле, такой карнавал, такой уникальный, такую игру большую, рулемую сделали, эти деньги купили склона, которые там, во время, скажем, вот эти деньги, которые они работали, то есть 500 человек разрабатывало идею, как игра, может быть, в основе всего, подайте, то есть, к чему сейчас, кто сейчас, к чему, тихонечку приходит, в Москве, наверное, в Москве. Работал, Иисус Живого Слова, который внучку кони образовал, никто не знает, что многие люди, которые, которые говорят, что вы такие были, не совсем красные, и вот, иранские, шанские кони, были, сначала были ярми врагами советской власти, просто, шанские, главные власти, кони, понятно, что такое, он хозяин, проекта, спиранского, как бы, шрифы, не брата в Одессе, они стали главными специалистами Советского Союза по общателям и тем делам. Шанский был управлен Крумской, спиранский управлен Кухолан Тай, придумавшую систему дошкольного всего постоянно разорвали. Коней придумал суджевого слова, и все выгодили. Иисус Казюк, иисус Казюк, таким образом можно, как бы, с языком работать. Была все изобретания, когда, так сказать, предполагалось, что каждый человек, живущий в стране, имеет возможность прийти в то место, где любой упражнитель может стать проектом. Ему помогут, кстати, вот такая вот история. Когда работал Ривен, который, я достал последнюю женщину, Ривенского эксперимента знаменитый великой, Ривен собрав детей неграмотных. За 9 месяцев работал с ними, они научились не просто читать канта, они устали экранами. он читал, что человек, прочитавший Прилюночистого разума, самому сложному другу человечеству, уже не сдается, куда вы его дальше. Понятно, что, ведь дети 9-летние читают Прилюночистого разума. Я когда, я плакал, когда спрашивал последнюю женщину, она говорит, я в 43-м году, у меня не подмышкой, потому что, так получилось, искал его учителя, он был, когда умирал в доме старелок. Я, говорит, приехал туда, когда прошло неделя после его смерти, мне сказали эти старики окружавшие, ужасный был старик, ни с кем не вговаривал, ты б не пил с нами, и вообще бумажки его было трудно раскуривать. Они весь его архивской, рискуривской, замокровке, потому что они вот так и были. Она сказала, что когда она Кенгаску защищала, проскочила с вопросом, где училась, допуску, ее спросили, где вы учились. И она сказала, я на кингле сидел восемь месяцев, на той же плане, такого не бывает, и допуску ее не дали защитить. Ну, в общем, после, зная все это, разговоры там ЕГЭ, ЕГЭ, это все-таки, мне кажется, таким, ну, жалким лебедом просто, вообще, на фоне вот этого. И я ко мне в курсе, когда я подошел, предыдущий министр, сам жаловался, такой был, конференцией, что-то такое, образование, я опять стал рассказывать там про всякие западные варианты, интересные, опять-таки, про российские старые, но я зашел сзади, реально, схватил на руку, и стал говорить, видите, я просто попрошу, ну, как по-человечески, перестань. Я говорю, что перестань, перестань, рассказывать про Финляндию. Я говорю, почему? Финлянди, это страна, да, это действительно лучше образование считается, они победили всех на физике, по Мегаланду, которые не участвуют в физике. Финляндию по образовательной модели, по Финляндию считается. И там, конечно, я приезжаю, там пахнет пирожками, там хорошо, все, но мне-то, смотри, досталась страна, в которой школы, ровно те же архитекторы планируют, которые тюрьмы планируют, дурдома тоже, и больницы тоже. Ну, тут нельзя ничего сделать, никак, никак, это все не выделаешь, потому что это правда. Ну, кроме, просто Читининская школа, которая по-другому строит, еще нет, я видел, но она другая. Он ее просто ломал, стены, и сделал то, что ему надо. Это бывает. Я думаю, он сам был одновремен, почитался, по-другому пиару, поэтому, я не понимаю всю эту историю. А новую ты имеешь в виду? Ктикосе, да, Ктикосе, по-фински не было вообще ни слова, что он говорил, и так пытался, не смеяться. И он до конца дней своих считал себя генералом империи российской. Он стоял перед Николая II, даже перед смертью. Он стоит в дом музея, и никакой портрет, а от Николая. Он Тайвань строил, на самом деле, кусок России, который, я упоминал, должен быть подвинуть, как бы, независимо от меня, не стать тем, что Россия. Поэтому, он не понимал, поэтому, не кусал ничего из того, что там поростало. Поэтому, земские программы, всякие дорогие дома, всякие революции, всякая слепая реформа, которая там заглохла, а там шла, она проросла. Поэтому, в Финляндии, можно рассматривать, ну, если правильно смотреть, конечно, там очень много разных интересностей, плюс-минус, понятно, что страна сложная, но, в принципе, один из проектов, который, мне кажется, очень реально осуществить, это такая, как бы, стажировка, но с хорошим гидом, например, с Виргилем, который покажет, что нужно смотреть туда. И тогда это будет очень обыдно, потому что, многие вещи, ну, видно, что оно проросло, действительно, потому что, скажем, например, Финляндия, это вот земский программ, они даже, чтобы все дошли, муниципальное объединение Финляндии не платит ни копейки на верх, государство вообще ни копейки просто, если достается один, сто процентов. Можно быть депутатом совета муниципально не будьте ожиданием страны, то есть, можно сказать, как бы, если живешь на этом месте, может стать депутатом, даже мэром, не будучи ожиданием страны. То есть, интересно тогда, да? Третье, что у них, поскольку, ну, внешний приток денег идёт из-за интуризма, как мы, инвестиции вокруг, то они научились так гардировать свою территорию, что маленький городок Савон-Винно, меньше колодины, наверное, раза в четыре, имеет сто миллионов евро от всего фестиваля, который населся ещё в Российской области 19-го оберного. Они не смеялись, что какое-то село будет дурацкое, решил стать столицей мира оперной, а не столько же, они уже сто два года проводят в каждом фестивале, джет встаёт и сто три года. Скоро станет столицей гитары. Ну, вот, в общем, тут идея посмотреть, как это делается, как это вот, там просто каждый мэр по времени тратит то, что придумывает, что такое сделать, чтобы это вот туда вот, что-то такое необычное было. Как инкуренция, понятно? Да. И поэтому там, вот, деревня Нейбертальцев, деревня Дураков какая-то, эти жены бросают через болото, куда-то, куда-то, из метания сотового телефона. Даудри, но, интересно, какой-то редактор, который можно провести, есть, золотой приз, где можно прийти и мыть золото. Он даёт себе такая штучка, что ты имеешь право взять его с собой. Там ты не намоешь много, но всё-таки так можно, по-моему, так. Есть каравай, можно, первую очередь, провести на льду брачный, там, такой, дворец стоит, сидишь там, держишь свои спордиотехи, да? Да, ну, понятно, что ты сейчас... Там придумывать ничего не надо, у нас всё есть. Ну, просто, это всё как-то требуется оккультурить и сделать из этого какой-то правильный такой ход, потому что, пиар это, по определению, достижение успеха с помощью шумных друзей. Вот и вся история, ничего другого не надо. Если друзья шумные, сказать, если они могут всё разнести по-хорошему. Вот. И, кстати, дальше в Финляндии есть городок один замечательный, где-нибудь два города шли в один, граница шведская-финская, у которых один мэр. то есть, мэр один, две страны, писатель, такая история уже. Путиятельство там, НАЦ уже, государство, всякая такая. Но, Финляндия не самая, в этом смысле, интересная власть, а самая, Исландия страна. Я просто, имея возможность такую некую, научившись судьбе без денег, в своё время, там, да, с хорошей воспитой, мы так ещё умели, как бы, находить возможности, придумать. И я много поездил по свету, всё-таки, ища там себе, где. из чего я взял список, взял списки такой, взял, бросал, во всем странам мира, сто кошельков, со 100 долларов, в каждом кошельке, и видны, короче, владельцы, провели те со стороны, что всё возвращается. В условиях разные. В сортирах столицы, бросающихся эти кошельки, и, значит, вечером, и через неделю, очень так ладно, сколько скобернулось, кошельков, и, и там есть список, который, в Москве, один. Зонтики ещё теряли. Ну, зонтик-то ладно, 100 долларов, всё-таки, это уже сумма, значит, в Москве, один, значит, один город упорно начал сто процентов. Ну, как бы, ну, какая страна, какой, 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 какой страны, любой, Дании, или Швейцарии, Исландии, Исландии, сто процентов, всегда, это место, ровно туда, первым делом, в Москве, посмотрели, как там живут. Сразу случился реприманд, потому что я стал искать не подешевле, как я сказал, приду на билет, и мне сказали, из УМИА летит самолёт туда, через перекладную, через Стополь, и я и поехал в УМИА. И знало случиться, что именно в этот, в этот день, в этом УМИА, за всю историю впервые, сломался самолёт. Они стали извиняться, и говорили, ну, знаете, меня с вас не доставим, там через ту, и на такси меня посадили, и повезли меня в другое место. Я приезжаю в другое место, это лес, фукурудник стоит. Я говорю, простите, фукурудник, почему мы с вами в фукурудник летим через, опять же, океан, фактически, причём, мы летим в УСЛАНДЕ, а затем, мы летим в другой аэродром, а там другой будет самолёт. Потом такой, рассчитали, что у вас попали в УМИА, что заплатили, с извинениями, такая история. Я вот прилетаю туда, в УСЛАНДЕ, смотрю, и полюбился в страну. Я не люблю страны, но в УЗЛАНДЕ, и УЗЛАНДЕ, и Индия больше всех остальных, потому что, получилось, что там что-то пахнет каким-то другим. Ну, в Индии, у нас людей, там очень много, там, заробировано, всякое, в УЗЛАНДЕ еще и чисто в средarea. В УЗЛАНДЕ я вел, как президент УЗЛАНДЕ, у меня было детей с кабинетом, потому что вообще не хронит в охране, и они мешают работать. Ими заползали туда к ней, и там все многодетные, Кстати, все, там нет однодетных женщин, все спортсмены, женщины, мужики, все. Я говорил, когда в баре, я из этого спросил, простите, а где же ваши инвалиды молятся? Почему такие красавцы? На что мне сказали, что у нас все, извините, у нас все лежат как олимпийские телообороны. Причем страна, которая, она вся же плод смешанных этих самых, брат и сестерских отношений и лицестра, по сути, потому что там будет 500 человек. И в 13 веку они стали вырождаться, и вдруг БАК! Проросло, что сейчас Исландия страна абсолютных героев, рекордсменов в Киеве-Нашите. Там 300 театров на острове, каждый день работал. На Средней Исландии это, наверное, полтора колонны. Это вообще колонны на Средней Исландии? 330? Ну, в общем, колонны с небольшим, там 420. 300 театров на острове, к сожалению. У нас один, а два. Вот это вот, такое отношение. И они перевозят всю литературу, которая уходит в 3-4. Ну, они считают любительские, потому что. Ну, любительские. Да, и при этом многие вещи, короче, абсолютно не про них. Я не понимаю, о чем речь. А у них, поскольку это единственная страна, которая жестко требовала, чтобы дети работали с 9 лет, все себя обеспечивали. Так как в Марсе написано, что в 16-м томе написано Марса, 38-38, что в обществе будущего не будет ни одного человека, который не будет себя с детей обеспечивать. И попытка воспитать человека что бы то ни было, если он с 9 лет уже себя не отучит, вообще на провал. Он не обладал, он не обладал какими способностями. Ага. У Сландии первый, Сландия, когда все это, прям, всерьез. Такой. Поэтому там, в общем, Эго мгновенно сделала очень странную ситуацию. Потому что у Сландии очень свободные женщины. Они, как бы... Насколько Сландии? Настолько, что там ее семью ногам уже таковое. Она уже не очень нужна. Они не понимают, зачем жить в силу, а ты уже не ведешь. Ну, правильно. Понимаете? Я тоже не понимаю. Ну, да. Ну, ты понимаешь, что она такая, а там они все такие. И, значит, они при этом... Нормежки вы знали. Да, и очень такие... Но там, правда, не ладежит. Замечу. 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 Ну, посмотришь, это не заболевание там, если хочешь так себя вести, не хорошо. Ну, ладно, бог с тобой. Замечу. Мне уже поздно. И когда я спрашиваю у Сландии мальчишек и девчонок, реально, проверяя, правда ли что ли, знают тех своих предков за 1070 лет поименам, не знаю всех своих предков, почему-то нет фамилии до спора о нем. Заводятся по отцу, там надо менять картическое поколение, по отцу, там, не знаю, но с ума сойти, чтобы назвать. Они называются все. Для них отец это что-то, вот это, вот это, вот это родовое такое. При этом они одновременно являются мессеранами, с одной стороны, и там самая красивая мессеранская церковь, что сегодня я видел, построили ее субботники, и они являются сатанистами одновременно, потому что они верят в это все. Управление в параполисентре. Управление в параполисентре. Чем занимаешься? Мужчачок такой, вполне европейского вида, по утрам докладывал, как иметь его эту самую карту, где эльфы себя ночью вели не так хорошо, потому что там дорога может опасно быть. Реально на карте написано, где эльфы. Родили дорожные цели. Да, у них, вот. Дыльки в дорогах. Ну так что, и там есть такое смешное, они вот с северного спрашивают исландцы, там такой-то все, блин, как тут у вас проехать тут? Ну, это на юге, это там они так... Ну, тролли, конечно. Вполне. Вот. И при этом, что еще интересного? Значит, у них нету новых слов, они не пускают. У них такая комиссия, которая вычеркивает любые мелодезы. И там, для того, чтобы говорить, это надо ваш с ума сойти. У них надо... Потому что очень мало там... Возвращение брать. ...натуализация. Потому что там для того, чтобы выучить язык исландский, это не так. Там, например, это такая, не знаю, большая коробка, в которой со скоростью, большей встречи, морлы, маленькие частички, пляски своей, что-то на танце, соединяясь вместе, дают... Тестардец... Царица Неба, которая... Тара-тара-тара-тара-тара... У них людей, которые не играют в шахматы, и не играют в стихах, у них есть у них проблема. Люди, которые не могут в стихах, это больные исландия, понимаете? Мне стало так стыдно, что я резко стал достичь. Я писал такой стих. На этом айсберге высоком, да, но титане доживут. Но если не шепнуть нам плохо, так вам титану приплывут. Они взрослеют только в битвах, но просто не дано на них надеждах, И в болитвах здесь, как и я, а все одно. Однажды вдруг планета вздрогнует, ей, может быть, придет каюк. Но свой ковчег надежный строит уже мальчишка в море. Тот сорок лет в пустыне тюкал, проснувшись острым топором по бревнам, А народец хрекал он пороновый крилом, ему вообще презрение нищета И плавал он, дано возданные остатки пышных надежных цветов кораблей. И ж наш ковчег чуть-чуть не лепее, это спасет детей и зверей, И тех, кто в огне протянет нам руку, помощь во мгле. И для нас еще там же солнце встает, на этой и другой земле. Ну вот, и, значит, что там еще забавно из той жизни? Ну это ладно, Исландия, хорошо, расскажу вам еще когда-нибудь. А, значит, про имя еще могу сказать хорошего. Значит, в свое время, фельдную квартиру, такую суможедшую, Людка была, это квартир, висевшая на двух улицах в Москве. Построили страну, что, ну, где-то те комнаты было одной из улиц, а две на другой. Прошло масса людей из странных там. Нативалькова какие-то из Шатала, из Щитины, там какие-то из Суваминского писем писала. Я с Черковским на кухне спала, напала. Да, и Черковский там прятался. И там, значит, приезжали первые уравильцы туда еще, которые только начали строить уравиль. И они, значит, там тоже послись у нас. То есть не все знают? Это город будущего столица человеческого, как называемый, который строится по заветам Аварабинды уже в течение 46 лет. И, к сожалению, пока он никак не может выйти на орбит из как бы такого большого события, Аварабинда замечала, что там должно быть 50 тысяч рублей. Это выйдет? В Индии, да. Сколько это прошло? Да, я часто бываю, это просто так. Я не живу долго. Я знаю, что в древнем окануне написано, что человек, который прикидывается, какими-то там, типа, швитрым или гервишем, если больше двух дней ночует, он уже халявщик. Надо вот начать. Стараюсь не доводить. Состояние такое. Там надо работать? Ну, вроде бы не можно ничего делать. Можно сидеть на ветке, плевать на потолок. Можно сидеть как бы, как лежать. Но там просто не принято работать чем-то во чем-то одном. Там, там, что-то, что-то, говно, что-то, 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 что-то ведущий. Там просто в приходе написано, значит, две вещи. Ван Гог висит такой. Помните картину? И он вышел еще до рассвета, отбрасывает семена на землю, которые еще не готовы к тому, что там уносится. Он упорно идет, бросает, идет, и бросает, и идет, и бросает. И написано, Ауравиль – это город, не понимающий никому конкретно, кроме своего человечества. Там нет собственности. Там нет вообще, ну... Ты можешь там жить всю жизнь, но ты можешь продать. А гражданство тоже нет? Ну, гражданство, оно, поскольку индусы, поскольку семья Ганди любила Аурабинду, она как-то на них, ну, живите, как хотите, как бы это произведение. Они взяли эту большую территорию, насадили два миллиона пальм, болото осушили, и построили, так сказать, город, в котором нельзя... Нет религий категорически никаких, нельзя... Даже мегитация запрещена, так как вешать тебя от других. А гражданский шар самый красивый, в мире, что я видел, из медитационных таких... Хотя он не та мегитация называется, такая концентрация, причем русские сделают. Сноску золотую, это такое очень интересно. Это будет, ты взять, простите, такое, выходишь, и такой, так, соединяешься с космосом, посмотришь, молчание и все это. В центре Аллавия стоит такой куб, в котором земля всех стран смешаны места. Все привезли, там сейчас сто... Шестьдесят стран живет. Русских там сейчас восемьдесят живет. Все на среднем где-то с полной тысячи, и они пока... Хотя вот надо, чтобы пятьдесят тысяч было. И проблема была в том, что когда они начинают туда и выезжать, многие... Туда выезжали бывшие миллиардеры, там представшие салат-сетинентальный генитаро-театр с карьером, какие-то ведущие компании. Такие уже. Ну вот такие, которые после ревышения не говорили так, которые уже состоялись в этой жизни, поняли, что это все на все. Вот то, что там вся эта... А адское состояние главное в жизни, когда у тебя есть все, что ты о чем-то мечтал, но тебе это не надо. Вот ты все это поймел, и дальше начинаешь как герой сценария говорит, это все, это все, это все. Кстати, то, что про исландию. Про исландию, сейчас 42 тысячи коммун, из людей, которые вот так вот себя спросили уже. Ну, 42 тысячи, это был последний перевязь. Все получили, что не переписывал, а это американцы делают такую работу, в 93-м году. Да, в России такого цвета не было ни одной. Только был филиал, так сказать, филиал фитфорны, фитиш, они, шотландский фитфорн, делал фитиш. Ну, фитиш мы знаем. Немножко так. Ну, это такая история такого уже отдельно стоящего. Вот. И некоторые все равно записывали туда. Ну, это очень все, конечно, смотри, политически. А так, в общем, Россия была... Ну, тоже после Индии. А Россия была белым цветном, да. Ну, Тимош, Польсов, Кульверих, это младший. Это другая история. И, ну, вот я, вроде Вулкан, мне сказали, тут есть две коммуны потрясающие, самые большие. Одна из них, это Штайнеровские поселения, самые старые дни, потому что Гитлер Штайнера терпеть не мог, он закрывался все Штайнеровские поселения, кроме тех стран, где он никуда не пошел. То есть, остались в Швейцарии, в Швеции и в Исландии. Штайнерские поселения вот одна главная точка в Исландии, где ребята работают... Ну, там, он в Исландии замечал работать с унстанскавыми детьми, такая идея была, и они, у них, молодая фабрика музыкальных инструментов в Исландии, каждый год ставят на территории памяти кого-нибудь такому, кого они, всей народу, решили, чтобы поставить сюда. А вторая команда, сдали на реку. Я туда собрался, ехали долго, там, на машине, все трясло ужасно, я там, забывала, я по хулигану, и, знаете, сидит гудрон такой, человек, я очень любит этого человека, и я говорю, спрашивают меня, «Are you from Russia? Yeah?» Я говорю, «Oh, yeah!» «No, go away!» То есть, по-не прочему. Говорили, он совсем не просто старый, еще раз. «Да, да, 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 мы не ответили, но с вами не о чем разговаривать». Я говорю, «Почему такое?» «Я троскистов сказал». «Да я опять, я не боюсь, никого не даться скидывали». «Я миллиардер бывший». Я говорю, «Да и ладно, тоже бывает». Оказывается, человек имел вообще всю одежду торговлю. В Санкт-Петербурге, с одной одеждой, были на нем. И он говорит, «Когда мне было лет 30 с чем-то, вулкан первый раз мне сказал «куку». И я спасал свои одежные магазины с криком, кровью, куда-то корабли садежал. И так был рад, что я спас все. Вдруг, здесь опять такая же история, ровно тоже дик. Я думаю, что ж такое? Опять вулкан опять-таки спасал. Ну вот, без энтузиазма. Только на третий раз действительно опять вулкан. Опять то же самое. Я понял, что это уже меня перед пальцем. Я все выбрасывал. Все эти, все эти, все свои дела, помню. И заключалась «Свобода». И устроил это поселение. Дарине так называемое. «Святой». Жена его главным царем Таро в Европе. А он говорит, ну я четкий предприимчивый, деловой, жить-то было надо. Я что придумал? Я расковырял там, в этой пещере, такую большую, такую дыру, а на половую, я расковырял. Дал объявление, говорит, в Европу, а человек прошел через эту дыру. «Святой». Получает, у меня гармонт ушел, святой. Всяя группа как-нибудь поперлась туда. С нами вообще место популярное. Какое место? Святой. Все, грехов нету, все. Мета наказывает. Мета, они полуты, 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 полуты. Так у меня там и говоришь, «Ты не замечательный, что у нас эти есть, а хотя бы я…» «Мне что, мне на бизнес не нужно, мне на бизнес не нужно. Ну что, руки держат, что-то сделать. И вот там мы снимем чуть-чуть, какие-то клиники, какие-то там интересности. Ну вот тоже… А что там дети делают? Да мы, значит, про время рассказывали. Боровили, дети, мать, метаться, потому что, значит, это же не их сказка, а сказка их родителей. И дети, на самом деле, уже идут туда. Они когда расставят ситуацию такую, что там, свобода, родственное сообщение человеческое, они тоже надеждают. Да все у них есть, но они мне говорят, сделай школу там, муравили, потому что, мы не знаем, с чего делать с нашими пятюстами детьми. Мы ненавидим школу, которая, как она есть, понятно, мы не хотим делать школу с двенадцатыми стенами, со всеми, как бы, а как иначе, мы не понимаем, потому что наши дети… я им промокаюсь, рассказываю, только надо рассказать. Вот это, вот это, вот это правильно, вот это надо делать, делай, делай, делай. Может быть, это домик надень, кто-то на берегу океана, я говорю, ну… там у них чуть-чуть строго запрещено национальности, всякие проповедующие, там нет, не русский, а английский, там только немецкий, если там, там нельзя подчеркивать, что ты вот какой-то, я говорю, ну, я российский, ну ладно, у них была такая, была библиотека российская, ее смыл океаном, к сожалению, поэтому можно там что-то придумать, и с семистоями сейчас проживание в Уравей, я думаю, что, если так договориться, по дисконкурсу в этот день, то около, ну, 100 рублей в день больше, 100 рублей в день, а если там кто-то хочет поедет помотаться, то, может, взять с меня пример, я однажды за три доллара в фигню проехал на местных поездах, у меня есть, то есть, так не делали. Это не важно, нет, я плодцу, ты должен, чтобы библиотека российской войны, в местных поездах, в Тягушке, в Иранской войне, мне все время, наверное, черный наград, мне племянник прислал фотографии, записи, как он едет. Это было потрясающе, ребят, это было потрясающе, потому что, такого, какого-то единения с людьми, не сразу, такое, ну, запах, говорит, старел отвратительный, но меня угощали. потому что у них запах нет, там, мне мясо не едят, поэтому, как бы, извините меня, в этих, трущобах, в Бонбее, там нет запаха. То есть носки у них тоже не воняют? Да ничего не воняют, у них же, потому что даже визингомой не воняют. Это же, мне там, извините, мне корова, как бы, настряла на компьютере одна хит, и то, и ничего не пахло. Подошла, а корову стреляют все эти гадости, они же не едят в помойке, они же не молоко, мясо не дают, они седаторами едят корову, каждый, каждый день сидят, помойка. Значит, в Индии, такая же голосовая грязь. Но это другая история про грязь. Это ладно, значит, про ролик, да? Значит, ситуация в том, что люди будущего западного образца, они выстраивают какую-то такую, ну, каркас, но он должен быть заполнен тем, что из России должно принесено быть. Потому что вот этот двадцатый век, который с одной... Это кто сказал? Ну, это я сказал. А еще, я заехал на главную долгу, раз это, старичка 85-летнего, который меня допустил, какие-то жуткие, какие-то смайолки, всякие взяты, в ромной рукописи. Я говорю, правда, что Рама жила с горенародной, как мне говорят на истории Чудаки, что он увелся... часть народа в Индии, а часть народа в Нидии и из них нету русских. Один русских. Потому что горенародный родственник в городе, Он мне говорит, недоказуемо, но правда. Никто не скидай не может, а продергнут, потому что все равно я подписываюсь немножко. Говори! Все, кто идет ко мне, я подтяжу. Потому что мы народ, Мы там снимали по местам Наси Никитина, прошли весь маршрут и я такого счастья давно не испытывал, потому что такого доброжелательного отношения к памяти того же Никитина, который знают все, что индусы знают Никитина. Вы узнаете за россиян Заболовского, почему вы узнаете двигацию? Больше всего Пришлина, Буржиевского, поэтому его лично знают. Ну и, наверное, Толстого. Главный эффект. Главный эффект 4.